этим голосом сказано все интеллект эрудиция интерес к жизни программа леонида володарского программа предназначена для лиц старше 16 лет здравствуйте у нас сегодня гость доктор исторических наук юрий васильевич емельянов юрий васильевич здравствуйте тема нашей беседы период от совершения велико октябрьской социалистической революции до начала гражданской войны и чуть далее я напоминаю что письменные стенания оскорбления и вопрошения не принимаются у меня все экраны темные вот а если кто захочет в установленное время по порядку может набрать номер прямого эфира и постараться вменяемо конспективно задать вопрос и так юрий васильевич совершилась велико октябрьская социалистическая революция большевики взяли власть что было дальше я имею ввиду уровень насилия из той и с другой стороны и предполагала ли что-то начала гражданской войны ну как известно сразу же надо развенчать один миф который запустил резон который писал под псевдонимом суворов о том что до двадцать седьмого года слов революции руководители советские не употребляли так вот первый же час революции ленин берет слово двадцать пятого октября седьмого ноября семнадцатого года и говорит рабочая крестьянская революция о необходимости которой говорили большевики совершил а столь долго там еще поговорим столь долго говорили да 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 и дальше а уже в январе восемнадцатого года бухарин на заседании учредительного собрания говорит великая октябрьская социалистическая революция а резон сказал не это только двадцать седьмом году придумали и вот миллионы читателей резона они поверили в эту чушь но если еще добавить что они регулярно смотрят центральные каналы где несут нечто подобное вот да да произошла революция революция которая сопровождалась боями но в ходе которых по моему десятка человек не погибло на улицах петрограда и площадях это сравнительно потом были бои в районе пулковских высот когда керенский пытался мобилизовать армии казачьи чтобы они освободили петроград ничего не получилось опять боев не получилось и действительно победа была почти бескромная и в тот же день революция победила в иваново-вознесенске родине первого совета творение русских рабочих создавших первый оригинальный рабочий парламент орехова-зуева шуя кинишма кострома тверь брянск ярославль рязань ковров владимир коломна сербуха подольск вот это первый же день бескровно победила советская власть с 25 по 28 октября советская власть была установлена в нижнем новгороде екатеринбурге челябинске ижевске уфе казани самаре саратове царицыне и так далее одним словом вот это и то что называл ленин триумфальным шествием советской власти да кое-где немножко попозже вот в баку 31 октября по старому стилю 13 ноября по новому была взята советская власть затем вооруженное восстание было организовано в ташкенте большевиками чтобы вот взять там власть очень затянулись бои в москве там все-таки девять дней шли бои тысяч человек полегло из той и с другой стороны до тысячи тысячи и затем власть была взята в орле курске хабаровске туля это все ноябрь декабрь восемнадцатого года астрахань тамбов и так далее ну вот так в советской власти восстаршествовала почти везде правда сразу началось сопротивление что вот просто так потому что большевики преследовали вот этих тех кого свергли ничего подобного обратимся к замечательным воспоминаниям шульгина шульгин только что принял отречение царя от власти вот он был он был в том самом вагоне и вот они поправляли какие-то последние строчки в этом манифесте он привез этот манифест в революционный петроград и вот он видит толпу которая заполняет таврический дворец народ народ который ликует народ весь ликовал петерим сорокин тогда говорил народ ликовал как на пасху все радовались крики свобода свобода слышались по всей россии в этот гайдар аркадий гайдар записал свобода 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 кстати говоря не столь ярко но об этом же пишет и паустовский в своей повести о жизни и многие другие ну да мой отец был вот мой отец был свидетелем этого он мы в это время был в реальном училище в баку и вот рядом с ними там какой-то был плац его быстро превратили в площадь где без конца на трибуну выходили люди в том пришли люди только что освобожденные из тюрем пришли жандармы и полицейские выступать с осуждением царя ну правда их не пустили на трибуну но так мирно мирно разошлись что мол не уместно не совсем уж это уместно сталин освобожденный из заключения ехал из ачинска в петроград и говорит на каждой станции нас окружали толпы которые били люди били били себя в грудь и говорили революция великая святая это февраль это февраль да и вот шульгин только что приехавший он видит вот этих восхищенных восторженных людей и говорит пулемета не хватало только я видел эти рожи я видел эту мразь студенты рабочие пулемета не хватало вот голос это голос человека с прекрасным лицом остро чувствую округ же быдло сплошное конечно ненавидели они этот народ вот эта иллюзия сейчас о том что вот они все родили о народе они были интеллигентны ненависть злобная и вот эта ненависть она же уже в апреле семнадцатого года создается центр путилова вышеградского который ставит свои задачи спровоцировать большевиков как наиболее левую партию на выступление а затем раздавить раздавить появляется жуткая фигура корнилова авантюрист который проигрывал все сражения в результате которых оказался в плену затем подкупил охрану сбежал на волю и был обласком так как он был великолепный демогог он был обласкан царем он был награжден царем благодарность корнилов лично арестовал царя и его семью он он вот этот кумир нынешних родителей о старом и прошлом ставит ему памятник вот этому корнилову который первый проложил путь царю и его семейцу в ганину яму божьему помазаннику да 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 то есть вот откуда все началось была ненависть лютая злобная да почитайте алексея николаевича толстого это талантливый писатель который писал сколько было разлито ненависти в это время керенский вспоминает как те строгих начальников на заводах на тачках вывозили выбрасывали растерзали адмирала вирона это было везде это было всюду поэтому естественно это не могло не дать повода для не да не стать той почвой то есть ненависти куда не делась она только копилась да и вот уже первые дни после революции в петрограде юнкера спровоцированная кем-то поднимает мятеж их мятеж был быстро подавлен какое число это юнкерский мятеж был по моему двадцать девятого октября по старому стилю то есть вот 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 революция да 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 создаются центры тайны там и белый крест и черная точка и чего только нету там и союз спасения родины и свободы и и восстали окраины казачьи прежде всего оренбург оренбургская казачья во главе с атаманом бутовым да 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 двадцать пятого декабря он взял тройск затем оренбург коледин атаман войско донского поднял мятеж в тот же день в день революции двадцать пятого октября седьмого ноября он объявил о неподчинении центральной власти из быховской тюрьмы сбежали мятежники корнилов деникин и других ним присоединился алексеев который делал вид что он не с ними но на самом деле этот начгенштаба был глупо верным сторонником вот этих мятежников и они собираются что объединяло этих мятежников ненависть к народу о которой вы говорили раньше потому что наверно царство для них был ну поводом конечно конечно нет опять и один из нынешних таких ошибочных мифов это о том что страна разделилась на две части на монархистов и на приверженцев советской власти ничего подобного как вот это союз в защиту родины или и революции вот этот контрреволюционный этот союз и революции они все были революционерами и корнилов был великим революционером но советская власть она же под честное слово по моему всех отпускала отпускала дайте нам слово что вы не будете против нас а как же а как же и они отпускали по большей части по моему эти люди на дон ехали сразу же да во всяком случае двигались на юг вот арестовали пурешкевича одиозного депутата ну депутата хулиганствующего в думе депутата который так уж за правое дело что даже участвовал в убийстве распутина вот лично и 3 ноября уже по по старому стилю его арестовали 4 дня он 4 месяца сидел под следствием он был судим его дали 4 года а в мае 1 мая великий праздник трудящихся его амнистировали его амнистировали пурешкевич вот это просто олицетворение такого реакции черносотинство он на крылышках улетел на юг все было нормально надо сказать красная власть вот которая советская власть она действовала быстро умело была репетиция уже 905 года с вооруженными дружинами и поэтому раздавили мятеж каледина атаман покончил жизнь самоубийством кроме того белые беглецы не могли договориться с атаманом потому что он договаривался с дутовым он выдвинул идею создания великого союза казачьих земель горцев кавказа и вольных народов степей красиво да вот такую а эти были в общем корнилов и другие никоим образом не хотели идти на такую сделку и они боролись против каледина пытались создать какой-то триумвират из каледина алексеева и корнилов ничего не получилось в конце концов красные наступают каледин стреляется а корнилов и другие бегут на юг бегут на юг и там формируют свою белую гвардию которая совершает ледяной поход ледяной поход как потом выяснилось просто один раз они переходили холодную речку вот и это назвали все ледяным походом а создается впечатление что вот героически три четыре тысячи всего набралось таких молодцов вот еще один миф гражданская война дескать это вот брат идет на брата это кстати говоря у алексея толстого описано да это бывало это бывало это происходило но создается впечатление что везде идет кромешная перестрелка вот везде идет армии то не было не было армия все все провалилась гражданская война это ликвидация традиционного порядка в том числе вооружена есть версия что когда был объявлен декрет о земле крестьяне бросились те кто еще не из армии не убег все бросились делить землю а тот кто не был на месте он старался изо всех сил приехать с винтовочкой и принять в этом участие а красным и белым они сказали это ваше вот вы разбирайтесь у нас земля есть мы землей будем заниматься насколько это соответствует действительно а вот насколько армию российскую российской империи было мобилизовано 16 миллионов человек когда советы создали красную армию к весне только восемнадцатого года в ее составе было сто девятнадцать тысяч по-моему поменьше и через год у красной армии появилось триста восемьдесят одна тысяча красноармейцев под ружьем это никто не хотел идти воевать никто не хотел воевать а к тому времени скажем и красные и белые на добровольной основе конечно то есть или там пообещали сапоги и две гимнастерки кто-то может быть действительно по зову сердца потом уже шли мобилизации вот потом Демьян бедный сочинялось как родная меня мать провожала там и родня набежала там это все тоже было но все равно красная армия даже в период своего пика уже под конец войны набрала ну от силы три-четыре миллиона миллиона но это уже конец двадцатого года это было уже ясно кто победил да да то есть значит что безопасно жить в такой стране где нет армии ничего подобного полный развал никакого порядка появились банды опять-таки обратитесь к Алексею Толстому вот он описывает дом одного интеллигента который живет на арбатском переулке и вот он тогда не было телевизоров вот он бежит в театр потому что это единственное спасение где можно посмотреть даже итальянские спектакли эти итальянские страсти он идет и слышит перестрелку на улице это грабят это грабят вот эти шальные кто это шальные да Керенский министр юстиции всех выпустил всех выпустил их называли птенцами Керенского зеленые подпоручик Матасов написал мемуары в Америке он конечно старается обвинить красных в жестокостях но по сравнению с зелеными это было нечто они не признавали ни божеских ни человеческих законов это мучительство невероятное но ко всему прочему происходил общий распад всего вот разделение страны значит вот после того как были успешно подавлены мятежи и сравнительно бескровно на в казачьих областях белые начинают давать отпор и начинают действовать и вот Роман Гуль есть такой талантливый писатель он сначала идет этим походом он искренне поддерживает белых но он ужасается тем злодеянием которые творят вот эти благородные люди воспетые потом цветаевы и так далее белые голуби и так далее как они как они расстреливают людей совершенно не разобравшись прав он или не вот этих казаков которые приютили или накормили там вот красных и вот за это их вырезали целые станицы и вот Роман Гуль очень так лаконично пишет это свидетельство с той стороны с той стороны да что я ушел из армии но тем не менее да сначала казачьи потом национальные окраины товарищ Сталин нарком по вопросам национальности прибывает Гельсинфоркс и выступает на съезде социал-демократической партии Финляндии он напоминает социал-демократам а не марксисты пролетарии всех стран соединяйтесь не хотят соединяться финские социал-демократы хотят независимости отделяются товарищ Сталин вынужден писать украинцам что да вот вы опубликовали универсал о независимости мы готовы конечно учесть ваши пожелания но может вы все-таки учтете интересы всей страны не желают за кавказский сейм создается Сватул Церий если помните это Бендар О而且 он переходит Днестр он молодец нет он он просит я буду жаловаться великий Хурулдан церия Он заучил все эти названия. Хурулдан – это парламент. Это когда у него конфисковывают. Когда у него конфисковывают. Да, конфисковывают, да. То есть, везде, даже создается в Оренбурге, который очищен уже от дутого, создается киргизское правительство. Тогда киргизами называли всех и казаков. А Лашарда возглавляет великий киргизист. То есть, там, где государствами никогда не пахло. Нет, там были эти кочевые ханства и так далее. Ну, это одно. Вот. И, естественно, страна начинает распадаться. Но Ленин, руководство пытается поставить очередные задачи советской власти, избегать насилия. Но подпольная работа начинается. Вот уже есть свидетельства, что контрреволюция не дремлет. Создаются всякие центры. И тогда создается ВЧК. ВЧК? ВЧК. Сначала же ведь ВЧК не ставил цель учречения комиссии по борьбе со спекуляцией. И только позже с контрреволюцией. Да это кадров не было у ВЧК. Керенский, которого чуть не растерзали казаки, которых он хотел поднять походом на Петроград. Его какая-то невидимая рука приютила и отправила в домик лесника, где он в течение четырех месяцев отращивал себе бороду. И вот, наконец, с бородой он появляется в Петрограде. И тут же его радостно приветствуют железнодорожники из этого Вигжеля, который... Это профсоюз железнодорожников. Профсоюз железнодорожников. Они потребовали от Ленина, чтобы ввели других социалистов. Ну, и Ленин сначала как теорически против, но Зиновьев, Каменев, тех, кого он до этого назвал штрейбрейхерами, но он их простил. Они работали в правительстве, остались членами ЦК, а также наркомы Нагин, Тодорович, подают Рыков, подают в отставку в знак протеста против того, что не приняты требования Вигжеля. И Ленин включает, и Калегаева, и Карелина, и Штейнберга, да, шесть СССР включают. Юрий Васильевич, можете сказать, что против такой власти грех было не взбунтоваться? Да, конечно, ведь... И вот, я хотел про Керенского закончить. Керенского перевозят вот по Красной Стреле в Москву, где уже столица. Где-то в дороге они хватились, вот их трое, они все время говорили, воткрыли, ну, распустили языки. А вот четвертый-то вроде спит, а может не спит, а может он донесет на них. Они раньше времени сбежали там на другой станции и поселились где? Около Лубянки. И они жили там, Керенские его друзья, до июня 18-го года. И никто их не трогал. Не трогал. А сейчас новости на радиостанции говорит Москва. А после новостей мы продолжим беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым. Новости. Мы продолжаем нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым. Я прошу не звонить. Поберегите ваши пальцы. Когда будет сказано звонить, тогда и звонить. А если вы думаете, что это на каких-нибудь радиостанциях, где набрал, и тебе сразу ответили, фиг вы угадали. Совершенно другая радиостанция, уж точно совершенно другая передача. Юрий Васильевич, у меня к вам вот какой вопрос. Значит, о серьезном противостоянии речи пока не идет. Да, понятно, что противоречия какие-то там есть, никуда не пропадали. Откуда берется гражданская война, и что вот в этот момент еще несерьезного противостояния делает за границей? К сожалению, часто в наших рассуждениях о судьбах России, о советском прошлом, исходят из того, что вот кроме советской России и России вообще нету другого мира. То есть, как представлял себе опять-таки Остап Бендер, что за щепетовкой бьется волны мирового океана. Да, 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 да. Нет, ведь все то, что происходило с Россией в эти годы, в значительной степени было результатом участия России в международной жизни. Россия вляпалась в мировую войну, которая не была готова, не хотела. И у меня нет особого уважения к государственным талантам царя, он был хороший семьянин. Это его личный талант. Государственным талантам нет, но я его понимаю, когда он несколько часов колебался все-таки дать положительный ответ Вильгельму на то, что прекращаю мобилизацию или нет. Нет, на него давил военный генеральный штаб, что надо продолжать мобилизацию. Вильгельм требовал прекращения мобилизации. Вообще странное, кстати, у меня к вам вопрос, что это за причина за братьев воевать? Брат нарывается, а я что, по любому поводу должен его защищать? И вот у меня, это действительно для меня серьезный вопрос, и я хотел бы его вам задать, отвлечемся на пару минут. А не было бы более реалистичным и полезным для Российской империи союз с Вильгельмом воевать за малопонятные западные демократии? Вот те самые секретные соглашения, которыми потом потрясал Троцкий, разоблачив тайную дипломатию, соглашение с Великобританией и Францией, сердечное согласие, предусматривало, что Россия внесет огромный вклад в военные действия против Германии и ее союзников, а за это получит приращение на Западе, то есть за счет территории Германии и Австро-Венгрии, а также Дарданеллы, а также Дарданеллы. Но не хотели западные союзники выполнять эти обязательства. Они охотно приняли вот это решение царя немедленно ударить по Германии, и тем самым была спасена Франция, потому что немецкие войска были вынуждены перебрасываться к восточной своей границе, чтобы защищать от возможного быстрого продвижения русских. Франция была этим спасена. Затем французы выпрашивали русских солдат, чтобы они сражались уже на французской земле. Это экспедиционный корпус русский. Запросили немного, немало полмиллиона солдат. Ну, русские, это их переправить было трудно, но 45 тысяч лучших пехотинцев были направлены во Францию, и они спасли в Париж в 1917 году во время решительного прорыва немцев к Парижу, когда Клемансо мобилизовывал всех таксистов, чтобы кого-то вывезти на фронт. А спасали русские солдаты. Благодарность. А благодарность Франция и Англия не выполняли своих обязательств по снабжению оружием. Ллойд Джордж, тогдашний премьер-министр Великобритании, в мемуарах писал, что инигры сидели на этих снарядах французы, как курица на яйцах. Ну что, жадность просто? Да нет. Нет, конечно. Они не хотели победы России. А потом, прошу прощения, это опять, Юрий Васильевич, вопрос к вам. А можно представить себе, что Дарданеллы в любом случае отдали бы России? Они выпускали тогда Россию в Средиземное море. Поэтому Черчилль, военно-морской министр, предпринимает авандюристическую кампанию по захвату Дарданеллы. Губит там тысячи британцев, солдат короны, ну в основном индийцев. Новозеландцев, австралийцев. Да, новозеландцев, австралийцев, да. Губит их, чтобы все-таки завладеть Дарданелл. Не дай бог он отдаст... Да, но там они умылись. Да, 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 да. Вот. То есть, они не хотели победы. Хорошо. Что они предпринимают? Они видят, что в России, ну, наверное, агентура у них работала, они видят, что в России что-то не то. Не то в смысле, не в их интересах происходит. Двойная реакция. С одной стороны, они ликуют, что свергнут царь, и тогда Польша станет независимой. И золотая мечта всей общественности Европы с 30-го года... Противовес России. Да, когда Пушкин писал клеветникам России, когда восстание поляков, польских, дворян. Вот они с тех пор всегда поддерживали польское дело. Польшу можно сделать независимой. Ура, ура. Но... А что если развал примет такие масштабы, что Россия выйдет из войны? И вот тогда принимается решение направить разведмиссию в Россию для того, чтобы организовать переворот, поставить сильных людей у власти. И кто же оказался во главе вот этой миссии? Знаменитый английский писатель, талантливый писатель Уильям Соммерсет Моэм и не менее блистательный британский разведчик. Он прибывает, он едет очень долго, он едет через Америку, через Тихий океан и Транссиб. И прибывает, наконец, в Петроград в августе 1917 года, обнаруживает полный развал. Ну, даже вот он располагается вместе с американским спутником за столиком и заказывает этот американец по наивности. Говорит, ну, мясо что-нибудь там или рыбу. Официант говорит, нет, ни мяса, ни рыбы нет. А что есть? Ну, можно хлеба и селедку. Все, все, больше ничего нет. Полный развал, беспорядок. Улицы заполнены какими-то странными людьми. Какие-то идут митинги. Но мой талантливый разведчик, он собирает силы. Он опирается на представителей. Вместе с ним проехали представители чехословацкого корпуса, который уже был сформирован на территории России. Он же пишет, что он ехал в купе с чехскими офицерами. Да, да, да. 200 тысяч этих чехословацких пленных находятся на территории России. Из них создают 60-тысячный корпус. И его хотят направить на фронт, чтобы он бил немцев и австрияков. Раньше они были в рядах австро-венгерской армии. Первое. Второе. Моэм вступает в контакт с супертеррористом Савенковым. И говорит, это самый замечательный, самый талантливый человек в России. Голова просто кладезь. Его, конечно, надо использовать. И с теми, кто потом возглавил белое движение на юге. Вот будущие эти генералы белого движения. Вот три составные части Чехословакии, Савенков и его организация из правых эсеров. В основном террористическая организация, которая до этого стреляли, как куропаток, жандармов, полицейских, губернаторов, министров. И за это его очень все любили. И эсеровская партия вышла на первое место при выборах учредительное собрание. То есть вот, а потом вот его разогнали, это учредительное собрание. То есть это партия террористов, вот что-то вроде ИГИЛ. И белые офицеры. Вот, и вот Моэм готовит переворот. Во что упирается? Он говорит, шла болтовня. Болтовня невыносимая. Говорили часами. Все без толку. Все развалилось. Тем не менее, заговор был сделан. Все было готово. Выступление было назначено. Но большевики пишут, Моэм опередили вас. Где он об этом пишет? Он об этом написал очень немного в своей автобиографии, но подробно в художественном произведении про разведчика Эшендена. Эшенден, да. Почему об этом неизвестно? Почему об этом никогда не писали? Потому что наши замечательные советские историки писали о подрывной деятельности западных держав с 7 ноября 1917 года. А что было до того, это уже нам не полагается. И вообще нам не нужно. Когда я начинал говорить очевидные вещи, которые, ну, всякому читающему английскую литературу вещи известны, они очень удивляли. Слушай, английский, они, видите ли, не знают. А им ни к чему? Да, им ни к чему. Но зато они знают тему своей диссертации, которая звучит так, борьба КПСС за выполнение решений 25-го съезда на премьере Омской области, и больше ничего они знаки хотят. Одним словом, о заговоре никто ничего толком у нас не знал. А заговор был, подготовлен, только, кстати, вот, оциклемленный всеми интеллигентами. Товарищ Сталин, он в октябре 1917 года написал статью в «Правде. Иностранцы и Корниловщина». И где говорил, что вот британские деятели тут что-то такое предпринимают по части подготовки нового переворота. Моэм тоже получил эти сведения, поэтому как только пришли сведения, что большевики взяли зимний, он как пробка из шампанского вылетел из Петрограда. Да, но чехи были готовы уже. Все были готовы, все эти силы были готовы и готовы были выступить. И хотя Моэм выехал, это всё попала подготовка заговоров под руководство послов Франции, Нуланса, Лок и других деятелей. Одним словом, всё это начало, а в декабре 1917 года Клемонсо, фельдмаршал Фош, лорд Мильнер, лорд Сессиль встретились в Париже и договорились о разделе сфер действия в России. И что, документы есть, да? Есть, да-да-да, секретная конвенция. Казачьи области, Крым, Кавказ достается англичанам, Украина и Бессарабия – французам. Франция спешит помочь Центральной Раде, готова оказать помощь. Ну, это вот вечная повторяемость событий. Тогда Европа спешила, и Германия тогда спешила протянуть руку Центральной Раде, а французы тоже. Ну, французы высадились в Одессе, а с немцами – да. Это уже было потом. Одним словом, вот уже и раздел подготовлен, всё, но, вот моим по-честному, говорит, я старался предотвратить вот этот приход большевиков к власти, нельзя было, чтобы Россия вышла из войны. Но возникает вопрос, а почему… Да, он в конце пишет, время поджимало, я попал в Цейтнот. Если время поджимало, почему бы талантливому разведчику не переехать из Британии морем через Северное море, из нейтральные скандинавские страны, въехать в Финляндию и въехать в Петроград? Дело нескольких дней. Нет, он выбирает другой путь. Через США, через Тихий океан, через Транссиб. Едет он вот почему-то с чешскими руководителями. Офицерами. Да, и вот когда ты сопоставляешь с тем, что 25 мая 1918 года вдруг весь Транссиб оказался в руках Чехословацкого корпуса… Почему-то эшелоны растянулись по всей длине. И когда ты знаешь, почему Америка, почему через Америку, по очень простой причине, Россия была в долгах, как в шелках, запутались до безобразия. Французский займ, который, наконец, выплатил Черномырдин, почему-то, остатки этого займа. Вот она была должна… Американцам до войны, до войны, Первой мировой войны, соотношение между импортом и экспортом с Соединёнными Штатами было равное. Затем перевес американского экспорта был в 55 раз больше. Россия вступала всё в новое и в новые непосильные долговые обязательства. И американцы требовали расплаты. А расплата при временном правительстве было решено. Вот чем расплатимся – Транссибом. И было уже подписано соглашение о том, что Транссиб превращается фактически в американскую железную дорогу. Был создан так называемый русский железнодорожный корпус, в котором не было ни одного русского, но были… Наверное, я думаю, по логике вещей, наверное, безопасность Транссиба обеспечивали, наверное, какие-то иностранные силы. Конечно, конечно, конечно. И вот этот корпус был сформирован американцами в Японии. И он стартовал, но стартовал очень поздно. Они прибыли во Владивосток лишь в декабре 1917 года. А в это время уже революция Петрограда, а вскоре и Владивосток стал красным. И как они вот приехали из Нагасаки во Владивосток, так им пришлось и назад отправляться. Но возникает вопрос, что уже в августе 1917 года по всему этому Транссибу проехал английский разведчик с чешскими офицерами, которые всё это очень внимательно изучили и просмотрели. И значит, помимо американского железнодорожного корпуса, очевидно, вспомогательную роль должны были сыграть вот эти чехословаки. Как они оказались на Транссибе? Непонятно. Ведь они должны были воевать на фронте. Уже были готовы, готовы к выступлению. И когда была создана Донецко-Криворожская республика, вот прообраз нынешних ДНР, ЛНР, когда Украина изменнически подписала мир с Германией, тогда была создана Донецко-Криворожская республика и чешский корпус готов был выступить вместе вот с донцами и криворожцами, защищая Восточную Украину. Они в районе Бахмача подошли к фронту и побежали назад. Образовалась огромная брешь, через которую хлынули немецкие оккупанты, Криворожская Донецкая республика была разбита, а те, кто был у Бахмача, оказались уже в Пензе, далековато оттуда. Но там они окопались. И вот начался торг. Вот куда бы отправить, как бы теперь переправить? И против кого? Чехов. Чехов, да. Потому что с этими, с немцами подписан у Советов мир. А вот хорошо бы на Западный фронт их переправить. Ну, можно было, можно было через Персию отправить, можно было северным путем отправить опять-таки вот... Через Мурманск. Да, Мурманск и так далее. И вдруг кто-то предлагает гениальную, в кавычках, мысль. Через Трансиб. Самое простое, сначала гнать железнодорожными составами до Владивостока, потом сажать на пароходы, затем по Индийскому океану, там, поскольку там идет Средиземный, вокруг Африки, вот и так далее. Бред. Но, оказывается, за этим бредом был определенный смысл. 26 марта подписывает это соглашение о транспортировке, а 25 мая Черхо-Словацкий корпус, который уже эвакуируется, и образовал четыре группы. Дальневосточную, некоторые уже достигли Дальневосточную, Дальнего Востока, Сибири, Пензенскую группу еще сидели там. И вот между ними Уральскую вдруг весь восстает. Захватывает Новониколаевск, Новосибирск. Захватывает Курган. Падает один город за другим, Иркутск, наконец, Владивосток. Как так? Почему? Почему 45 тысяч, их оказалось 45 тысяч в этих эшелонах, захватывают один город за... Да, но это 45 тысяч регулярная обученная армия вооруженная. А кто им мог противостоять? Вот. Красная армия 119 тысяч, но она заезжает одну шестую часть территории земной поверхности. Ну, это же невозможно. Естественно, нет сил. В это время уже орудует на Украине Махно всего 30 тысяч, но он завладел югом Украины всего 30 тысяч. Поэтому чехословацкий корпус хорошо организованный, накормленный, вооруженный. Все время ведется торг. Вот от марта до мая, не дай бог, чехословаков обидят, не дай бог, их станут разоружать. Это 18-й уже год. 18-й год. И вот они выступают, они захватывают один город за другим и в поддержку... А как насчет пограбить на месте? Вот, вот, и в это еще в апреле до восстания прибывают корабли западные. Во-первых, в Мурманск прибыл. В Мурманск Архангельск? Сначала Мурманск, сначала Мурманск. Сталин пишет Юрьеву, председателю Мурманского совета, пожалуй, вы немножко поторопились, разрешив вот этим западным союзникам высаживаться. Ну, Юрьев поторопился, поторопился и капитулировал. Захвачен английскими, американскими, канадскими войсками Мурманск, а затем Архангельск. И начинается грабеж. Грабеж возмутительный. Потом там создается белое правительство, но оно фактически безвластно. Они только пишут жалобы, что столько-то там тонн паклю разграбили. Нас, поделочные кости ничем не брезговали. То есть, всё подчистую. Всё подчистую. И при этом заставляли работать местное население. Каждый шестой житель Севера оказался тогда в концлагерях. Вот это демократно. Но это не мешало в 1055 году президенту США Эйзенхауру заявить, мы никогда не воевали с Россией. Никогда. А американская морская пехота же в Владивостоке высаживала. А как же, а как же. То же самое, тот же список. Те же шкуры, те же соболя. Но главная мишень была в другом. Золото. Золото. Вот что стояло на пути Транссиба. Вот что было самое главное. Вот к нему рвались. И дело в том, что в 15-м году Россия потерпела сильное поражение. В этом как-то не любят очень говорить сейчас. Но как осталась в памяти только вот песня того времени «Варшава немцам отдана» больно ранили меня. Вот не только Варшава, но Литва, Курляндия была захвачена. И немцы установили, вот проводили такую же грабиловку. Несчастных курлянцев обирали дочисто. Колокола сдирали из колоколин, чтобы они шли на переплавку. Заставили их работать как рабов. Потому что вот они... Началось великое разграбление России еще до революции. А потом оно продолжено было интервентами. Но перепуганное правительство царское решило эвакуировать золотой запас. Потому что вот-вот и сегодня они под Ригой, а завтра они возьмут Петроград. И тогда решили эвакуировать в два пункта. Нижний Новгород, но основной Казань. Основной Казань. И вот когда ты получаешь материал о том, что уже весной 1918 года Савенков, которого, конечно, это ЧК не трогало его, он посетил тайно Казань. И Нижний Новгород и поднял мятеж в конце концов. Так там же мятежи были по Волге везде. Рыбинск, Ярославль. Потом изумлялись специалисты. Почему Верхняя Волга? Там очень слабые были позиции правых эсеров. Почему не Калуга, а плод правых эсеров? Да потому что Калуге золота не было. А в Нижнем Новгороде было. Поэтому восстание в Ярославле, отсюда прорыв к Нижнему Новгороду. Но главное Казань, главное Казань. Юрий Васильевич, у нас сейчас на радиостанции говорит Москва новости. А после новостей мы продолжим. И вы любезно ответите на вопросы слушателей. Новости на радиостанции говорит Москва. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым. Юрий Васильевич, и так все готово для мятежа? Да, 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 да. И это не просто мятежники. Нет. Это 45 тысяч достаточно профессиональных солдат и офицеров, у которых есть прекрасный куш впереди, Казань и золотой запас. Да, 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 да. Вот это было главное, то есть главная изюминка в этом торте, который называли Россией. Они, кстати, в это время в американском конгрессе говорили Сибирь, это же такие богатства, это же такие неисчерпаемые недра и все, все, все. Ну, я одно только маленькое отвлечение, вот это идиотское представление о том, что во всем были виноваты большевики. Конечно. Ну, как, вот, замечательный писатель Владимир Салаухин сочиняет чудесные вещи, свои очерки, иконы стал очищать, а потом он почему-то решил писать о революции. И вот он рассказал историю о том, как, вот, когда взяли Зимний, это все видели, это штурм Зимнего, похватали этих министров, всех этих министров посадили на баржу, а затем затопили. И вот тут вдруг выяснилось, что не было баржи, не топили министров. Там, по-моему, двоих, да? Да, один. А так они сидели... В Петропавловске. Петропавловске. Да, их время от времени выпускали, а в это время продолжал работать так называемый Малый Совнарком, то есть товарищи министров, как их называли за министрами, они проводили заседания, как только из Петропавловки выходили министры арестованные, они занимали эти места, и продолжало работать правительство, которые давало указания министерствам, министерства не слушали комиссаров, которые ничего там не понимали в этих делах, то есть продолжала параллельно работать старая власть. Работала антисоветская контрреволюционная городская дума, работали различные... все министерства саботировали советскую власть. И все они более... вот из этих министров все уцелели. Погиб гестаповцы, схватили одного из этих бывших министров временного правительства, который стал советским разведчиком. Его взяли и расстреляли там гестаповцы. Этот один из этих министров был инженером, который прорабатывал вот эту дорогу жизни и получил героя социалистического труда. Нет, поверили вот этому талантливому человеку, но трепачу, невежде возмутительному Солоухину, который придумал баржу. И этих барж появилось, видимо, невидимо. И баржи в царицине... Ну, это солженица, но уже баржи. И баржи, которые топили священников и прочее, прочее. Миф о баржах появился задолго до Октябрьской революции. Это обычная страшилка всех времен и народов, что-то... А как... что поступили с врагами? А их вот на корабли потопили. Ну, возвращаемся к золотому запасу. Восстал чехословацкий корпус. Ну, и вот обычная русская беда. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Сообразили, что Казань-то тоже могут взять. Уже взят Курган, уже на Челябинск наступают. Надо бы эвакуировать. И вдруг выясняется, что мешки, в которых вот содержится золото, они прохудились. Надо их чинить. Распоряжение о эвакуации Совнарком отправил только в середине июня. А в конце июня командующий Восточным фронтом Муравьёв СССР восстал. И запретил эвакуировать золото. Ему поверили, ну, Муравьёва расстреляли, мятеж был подавлен. Но неспешно ни Валкани начали вот это эвакуировать. Наконец, где-то в августе, в августе, 25 мая мятеж, первые грузовички поехали с золотом к Волге из Казани. Но уже было поздно, уже шли уличные бои к Казани. И золото попало в руки чехословаков. И дальше сначала, но вскоре начался бой за Казани и так далее. Правда, опять, что такое гражданская война? Ведь, как известно, как под городом было во Казани, 1552 год, Иван Грозный подвёл войско к Казани. Их было 150 тысяч и 600 орудий. Ну да, таких старомодных орудий. А сейчас кого смог подвезти товарищ Троцкий к Казани? 15 тысяч красноармейцев. Обороняли Казань, 7 тысяч чехословаков. Другой характер войны, другой масштаб. Ну, какие-то пулемёты были и с той, и с другой стороны. Но Казань сдали. Но золото уже успели перевезти. Уже перевезти в Самару. А потом в Уфу, где обосновался... Кучум? Да. Камуч, Камуч, Камуч. Я прошу прощения. Камуч. Комитет из членов учредительного собрания. Пять эшелонов загрузили этим золотом. Пять эшелонов. Но красные продолжали наступать. Они наступали дальше и дальше. И в это время переворот в Стане Белых захватывает власть. Колчак и требует в Омск. В Омск. Вот он правитель Омский. Почему-то уже в Омск везут только два эшелона. Куда делись три эшелона? Три эшелона, набитые золотом. Куда они делись? Куда пропали? Вот это историки не знают. И делают вид, будто они знают. Они не знают это. Вот сочинить байку о том, что когда уже золото возвращалось, его вез комиссар Матезалка. Это об этом написали. Действительно было так. Но так как написано, что Матезалка в 1938 году умер, то этот человек сказал, он был уничтожен в подвалах НКВД. О том, что Матезалка пал как герой, защищая Испанскую Республику. И об этом Константин Симонов написал стихи. Об этом эти тупые люди знать не хотят. Но они имеют звание доктор. Это доктор исторических наук пишет в книге. Это читают люди. Они верят этой чуши. И вот на этом уровне все байки про золотой запас. Но факт это есть. Они иногда проглядывают. Вот ушки-то торчат. Только в начале 19-го года, где-то весной 19-го года, Колчаковское правительство решило устроить ревизию. Сколько этого золота? Откуда оно взялось? И куда что делось? Они выясняют это? Да. И приходит в голову Колчаковскому правительству гениальная идея расплачиваться этим золотом. Потому что Колчак признает все долги царского правительства. Все. Вот как есть все. Бездарные, глупые долги, из-за которых Россия погрязла в эту жуткую, разорительную войну. Но он признает. И начинает расплачиваться золотом. И начала другая растащиловка. Когда повезли это золото в Токио, в Шанхай, в Америку. По пути атаман Семенов что-то прихватывает. И просто налеты на эти эшелоны. И захватывает себе казачий атаман. Захватывает эти эшелоны. Он ведь уцелел, пережил все режимы. И пока не был арестован в Порт-Артуре. Уже после прихода к советской... Был повешен по совокупности. Да, совершенно верно. То есть золото исчезает. Исчезает катастрофически. Последние потери обнаружены на перегоне между станцией Зима и станцией Тырить. Вот до сих пор ищут золотоискатели. Где? Да, да, да. Юрий Васильевич, правда ли, что знаменитый чешский легион-банк был основан на те самые краденные золотые слитки? Ну, есть сильное подозрение. Чехи, конечно, ловко это все скрывают. Но куда делись прежде всего три эшелона с золотом? Это же не булавка. Нет, нет, нет. Что потом шла ведь долгая торговля между красными и чехословаками, когда красные уже со всех сторон их обложили в начале 20-го года и требовали, верните золото и Колчака. А мы вас отпустим. Что-то... Да, Колчака они охотно выдали. А, это им ничего не стоит. Нет, ничего не стоит. Золото что-то попало красным. Да, наконец, в начале 20-го года вот это Касухин, руководитель этого эшелона, и Матезалка доставили Ленину вот этот золотой запас Москвы. Но, наверное, у чехов что-то к рукам прилипло. Еще бы, сколько. И вот многие объясняют вот этот необыкновенный рассвет Чехословакии после войны именно этим золотом. Недаром нет ни одного города на территории нынешней Чехии, где не было бы музеев в честь легионеров, героических легионеров, которые боролись за правду, свободу и демократию. Вот если бы еще, я вот думаю, что если бы в августе 68-го выяснить подробности некоторой вот этого героизма легионеров, кстати, а можно же предположить, что выяснили. Только как это было принято достаточно часто у советской власти, решили, чтобы не портить братские отношения, не предавать огласки. Да, да, к сожалению, да, к сожалению. То есть, для гражданской войны готово все. И, по вашему рассказу, не шибко большевики хотят ее начинать. Никоим образом, никоим образом. Чехов не раздражать. Да, они придумывали на Западе эти идеи о разделе России, но связываться с Россией не очень они хотели. Как сказал этот лорд Берти, посол о Великобритании в Париже, он говорил, говорит, нет больше России, надо, говорит, создать только вот эти государства при Балтике, Украине, Польше. А остальное пусть тухнет в собственном соку. Не нужно. Но ограбить при этом... Это обязательно. 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 И в этом отношении пытаться войти сюда, навести порядок, это накладно. А потом еще же ведь французов распропагандировали в Одессе. Конечно. Практически было восстание на французской эскадре, пришлось уходить. Да и горела ли так американская морская пехота желанием воевать с русскими? Даже эти звери, в человеческом облике, какие были эти морпехи, а это были люди, которые закалились на Филиппинах, миллион филиппинцев было вырезано в ходе подавления национально-освободительного восстания филиппинцев не против американцев, а против испанцев. Но американцы пришли к ним на помощь, а затем миллион их уничтожили. Вот сейчас все удивляются. Ах, почему президент Филиппин время от времени так взрывается и так оскорбляет американских президентов? Да есть к этому основания. Население Филиппин, в это время, было 10 миллионов. Каждый десятый был уничтожен. Марк Твен просто исходил от ярости, описывая эти зверства, жуткие зверства. Потом опять возникают там... Почему в Никарагу американцев не любят? Да потому что они самосу поддерживали все время. Ладно, мы отвлеклись. Юрий Васильевич, я предлагаю вам ответить на вопросы радиослушателей. А тема гражданской войны, как она шла? Это же тоже полностью замифологизированный исторический период, что там у нас... У нас теперь все герои, оказывается, и Махно герой у нас, оказывается. Да и атаманы, которые людям животных спарывали и зерном набивали, ну, они же против красных были. Знаешь, хорошие. Конечно. Знаешь, хорошие. Вот. Я хочу сказать, что люди, которые любезно приходят на программу ко мне, их объединяет только одно. Они абсолютно серьезны и объективны, потому что все крики про поганую белогвардейщину и про краснопузную сволочь, вот они как-то вне вот этих вот категорических, они разбираются до конца. И если тот же самый Иосиф Сталин ошибался, значит, они и говорят, что он ошибался, он терял время, там много чего, принимал неправильные решения. История очень сложная вещь. И если мы не будем знать свои истории, куда мы придем? В какое такое светлое или не очень светлое будущее? Никак. Это никак невозможно. Итак, я напоминаю в гостях доктор исторических наук Юрий Васильевич Емельянов, вы можете задавать ему вопросы. Напоминаю, вопросы конспективны. Если человек звонит и говорит, я хочу задать вопрос, может быть, продать что-то хотел, он как-то сразу так определяет целью, вы звоните только для того, чтобы задать вопрос. Если кто-нибудь попытается начать митинг, высказать свое мнение, которое сегодня не интересует никого, вот в дальнее время, меня оно не интересует. У нас в гостях эксперт, настоящий историк. Постарайтесь прояснить какие-то неясные вопросы. По московскому коду 495-7373-948. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а вот правда ли, что вот Сироткин видел счетах, по которым американское правительство отчиталось за золото, украденное в России, тем, что оно содержало до 1955 года вот эти все нациалистические правительства, которые вы перечислили в начале? Спасибо за вопрос. Вы знаете, у меня просто есть некоторые сомнения в заявлениях Сироткина, когда вот я говорил о матезалке, это я процитировал Сироткина, фантазеру, он очень много знает, это вот поразительное сочетание. Он преподавал у меня в институте истории у Франции. Он очень много знает фактов, но где-то вот сказать безапелляционно какую-то вещь, которая вот ему просто пришла в голову и не очень это подкрепить это реальными фактами, это для него было характерно. Ну, к сожалению, вот все люди не без нет остатков, и Сироткин к этому тоже относится. Не знаю, я такими документами не располагал. 7373-948, ваш вопрос, Юрий Емельянов, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Святослав, знаете, у меня вопрос к Юрию Васильевичу такой, скажите, пожалуйста, а кто разрешил в то время в Советском Союзе напечатать Солоухину про этот самый вагон пломбировочный и про прочее, ведь тогда, уже значит, тогда шел курс на антисоветскую контрреволюцию 91-го года, кто-то же это пропустил, кто ему заказал, это, ведь он же не сам. Вы знаете, во-первых, вот эти сочинения Солоухина про боржу и так далее, это уже в постсоветское время появилось. Но уже с конца 80-х годов очень много недобросовестных сочинений, в том числе и Солоухина, стало активно публиковаться в советской печати. Дело в том, что контролировали это органы партийные, во главе которых стояли такие люди, как Александр Яковлев, это делалось сведомо Горбачева, резко увеличились тиражи и журналов, которые публиковали часто совершенно недобросовестные материалы. Но ведь в это же время без конца вещала телестудия «Взгляд», где выступали вот эти молодцы, которые... Они искренне считали, что они что-то знают. Да, да, да. И у этих ребят, конечно, было во главе угла сансацию сделать. Да. Да, конечно, конечно. Началось, я совершенно с вами согласен, где-то еще в советское время, но сказать точно, кто, как и когда, опять я это не смогу, не обладаю такими физическими возможностями, но это происходило и... У меня вот какой тогда вопрос к вам, вот по вопросу, который задал Святослав, смотрите, я думаю, что огромный свой вклад во все это внесли товарищи Суслов, Пономарев своей какой-то совершенно феноменальной зашоренностью. Леонид, они поддерживали вот сложившийся, очень заформализованный стиль, который определял деятельность обществоведов. Да, да, да. То есть, вот что ведь получалось, не только искажение фактов там с черного на белый. Это просто элементарная недобросовестность научная, то, что это не самое главное. Я помню одного замечательного социолога, он был прославленный социолог, он придумал, вот открыл, как социолог, такие две замечательные пирамиды, пирамиды ценностей, на что ориентируется наша советская молодежь. Оказалось, 90% хотят быть космонавтами, писателями, учеными и так далее, а другая, и вот получалась такая пирамида с широким таким основанием, но наверху, а вот внизу вот пирамида, что нужно обществу. И вот эти пирамиды, получившие название вот этого автора их, они позволили ему выехать из Новосибирска в Москву, его возили за границу, и вот мы приезжаем в город Барселону вместе с ним, и он опять рисует эти пирамиды, и к нему, да, его выслушали, а потом подходит один польский социолог и говорит, Владимир, а откуда ты взял, что обществу нужны люди с низкой престижной, с низким престижем, что обществу 90% нужны вот эти люди, там, дворники, скажем, там, эти мусоровозы. Ну, реакция. Человек, который 20 лет прославляет вот эти свои пирамиды, он берет тряпочку или губку и стирает эти уголки у пирамиды. Тогда поляк говорит, говорит, Володя, а вот у меня есть данные, что не 90% мечтают быть космонавтами, но более трезво оценивают. Опять, казалось бы, защищай. Он берет губку и стирает острые углы. Потому что, на самом деле, ему наплевать было на все эти пирамиды. Он приехал вот со мной в Испанию, потому что у него был заказ от дочки, что приобрести. Он сам чего-то хотел прихватить. Ну, не очень большие, там, что, гонорарчики маленькие были в эти. Вот, вот, в чем дело. Их интересовала зарплата, которую они получают, их интересовало повышение по должности, степень. Вот в чем была беда. А чтобы при этом еще и наукой заниматься, ни-ни-ни. Или, как говорят, да, ладно. Нет, я еще хочу сказать, что когда люди жалеют об ушедшем Советском Союзе, надо четко определять, о каком Советском Союзе они... Потому что, если мне скажут, что давай-ка в Советский Союз, там, 80-х годов, да еще чего. И не надо мне рассказывать, пусть мне не рассказывает 28-летний молодой человек или девочка, как тогда было. Я жил тогда, я помню. И когда какой-нибудь там провинциал начинает мне рассказывать по телевизору про московскую коммунальную квартиру, я жил 18 лет в коммунальной квартире, 19 человек с соседей. И вот отсюда возникают, как мне кажется, Юрий Васильевич, мифы и в ту сторону, и в другую сторону. Конечно, конечно. Вот поэтому и нужно. И потом люди говорят, у нас нет времени, что-то там, вы нам расскажите. Вы нам расскажите. А ты откуда знаешь, что я тебе не вру, придурок? Примите какие-то усилия, чтобы выяснить, как на самом деле. А то так и будете шарахаться. Да, это изучение. У нас новости после новостей. Продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано всё. Мы продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым. И сейчас время вам задавать вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте. Александр говорит. Да, пожалуйста. Почему современный РПЦ так сочувствует белому движению и так ненавидит тех, кто освобождал народ от угнетателей, помещиков, капиталистов? Спасибо большое за ваш вопрос. Ну, конечно, лучше бы адресовать этот вопрос деятелям из РПЦ, но я предполагаю такую вещь, что коммунистическая партия, исходя из идей научного коммунизма, считала, что религия это опиум для народа. Кстати, высказывание не Маркса, а Жан-Жака Руссо. И опиум народа. Кстати, и высказано было это несколько не о том, что одурманивают, а облегчают страдания. Облегчают, конечно. Да, облегчают страдания. Тем не менее, вот это изначально возникла конфликтная ситуация. Хотя, всё не так просто, как в истории. Во-первых, большевики не разогнали поместный собор, и впервые после вот этого решения Петра, разогнавшего патриаршество, именно в советской России было восстановлено патриаршество. Разгул преступности. И грабят патриаршую резницу. И расследуют, вот спешно созданные органы правопорядка, советские, коммунистические. Выходят календари советские. Да, там упомянуто, кстати, тогда очень было принято говорить, скажем, он родился в Ленинграде, хотя на самом деле там это был Петербург, перевоеновывали в туда, но вот все революционные праздники, там день Парижской коммуны и прочее. И упомянута Пасха, Рождество исходили из реальности. Ну, люди верят, верят, и поэтому... Это к вопросу о кровавости. Да, 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 да. Сохранялись церкви. Да, конфликты иногда принимали острейший характер. Да, в 1937 году Ежов совершенно спятил и требовал поголовного уничтожения высших иерархов. И на коллегии НКВД говорит, как, говорит, в Киеве до сих пор и четыре архимандрита, и они на свободе. Это было, было, но потом с этим покончили. Потом авторитет РПЦ был восстановлен уже в 43-м. Кстати, миф о том, что вот немцы двигались, двигались... А икону возили, да, на самолёте? Ну, икону возили якобы на самолёте, и вот тогда Сталин собрал священников. Он собрал их в сентябре 43-го года, когда уже давно состоялась и Московская битва, и Сталинград, была и Курская битва и так далее. Каждый раз, когда священники или какая-то часть священнического сана отправляли подношение на строительство танковых колонн, благодарность Сталина публиковалась в газетах, смерть патриарха в 44-м году была отмечена опять-таки в газете, и все эти статус, как был поднят руководители РПЦ, они всегда на все приёмы ходили, даже во времена пресловутых хрущевских гонений. Хрущев, конечно, стал закрывать, ему пришло в голову мысль, что надо вообще покончить всё-таки с церковью, но никогда, никогда в нашей стране не доходило до вот этих жутких, тотальных истреблений священников, как это было в Мексике во время революции. Так нет, там было же вот это вот восстание, крестерос. Когда там запретили католическую религию и восстание? Нет, уважение. Сейчас, я думаю, руководство РПЦ прежде всего следует политической конъюнктуре и старается поднять свой авторитет. Ну, дело в том, что кто пошёл в РПЦ, стал расти на дрожжах. Я сам беседовал с одним видным священником и говорю, скажите, опросы показывают, что лишь четверть верующих согласны с понятием греха, лишь четверть признают существование рая и ада. Что же это за верующие? Он говорит, ну, вы преувеличиваете. На самом деле, какая четверть? Дай Бог, 8%. А кто стал священниками? Да, есть потомственные священники и бедные священники. Всякие? Да. Но есть люди, которые на этой волне стали священниками. Да. Которые недоучки, нахальные, которые стали поучать, терроризировать свою паству, собирать их. Юрий Васильевич, меня потрясают иногда, пишут, на каких машинах ездят все на служители, которые попадают в происшествия. Я не могу понять, зачем тебе... Ну, сама за границей, которая есть у священников. И так далее, и так далее. Вот эта публика, конечно, люто ненавидит саму идею, что вдруг они всего этого лишатся. Знание у них не на грош. Знать они ничего не хотят. Они очень вжились вот в эту удобную для них роль и играют. Вот поэтому в значительной степени это объясняется и позиции православных священников. 737948. Ваш вопрос Юрию Емельянову. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста. Леонид, добрый день всем слушателям и Юрию Васильевичу. Будьте добры. Я в конце будет маленький вопрос. Это Лиля смотрит фильмы. О, не надо. Если можно вопрос сразу. Я вопрос, у меня маленький будет, Леонид. Ну, да, хуй, хуй, хуй. Не-не-не-не, Лиля, я ко всем отношусь абсолютно одинаково. Митинг здесь никто не устроит. И мнение свое высказывать не будет. Юрий Васильевич здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, нет, значит, нет. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, почему сианинские партии после революции были так поздно разогнаны? Запрещены, в смысле. Спасибо. Все, 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 все. Да, да, я понимаю. Дальше мне изменились. Ну, видите, в чем дело. Как известно, еврейское население играло немалую роль в революционном движении. По подсчетам историка Покровского, от 40 до 60% членов революционных партий, то есть эсеры, социал-демократы-меньшевики, народные социалисты, это были выходцы из еврейских местечек. Ну, возьмите поэму Уткина про портного блоха. Вот он портной, он латает эти штаны, ставит за плату вместо брюк на жилет. Но происходит революция, и он уже комиссар, блох. И он уже распоряжается распределением продуктов, и на него вот в очереди из того же местечка говорит, почему не дают сахара, сахара почему не дают. И он вынужден за это, он проходит во главе отряда. Да, таких было много, но не надо преувеличивать роль, потому что в коммунистической партии было 14% евреев. Это на момент революции? Уже вот после начала революции, после начала. И дальше их процент не возрастал. И отсюда, да, какое-то терпимое отношение к партии Павле и СИОН и другим организациям, и в общем, довольно терпимое отношение к сионистскому движению. Но когда дорожки начали расходиться... Совершенно верно. И потом в партии никто не терпел фракций. Конечно, конечно, конечно. Поэтому и предлагалось или вы, ребята, сюда, или вы, ребята, отсюда. Ну да, как сказал Карл Радок, в чем разница между Сталином и Моисеем? Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин вывел евреев из Политбюро. Но он преувеличивал. Каганович остался, Мехлис играл немалую роль в руководстве, оставались сколько угодно. А какие похороны Мехлиса, последние похороны перед похоронами Сталина? Кстати говоря, тоже человек, вот про него ничего хорошего, кроме плохого, про Мехлиса. А когда разговариваешь с серьезными историками, с вами, с Алексеем Исаевым, абсолютно неоднозначная личность. Совершенно неоднозначная личность. Советская власть, об которых он рассказывал во времена гражданской войны. Просто они действуют медленно. Не сразу эшелот золоту утаскивают, а, так сказать, маленькими кошелочками, но зато регулярно. Эх, где бы найти кошелочки? В основном с вами согласен. Потому что, действительно, продолжается, если не более активными темпами, расхищение, растащительство, разграбление нашей страны, ее недр, ее богатство, ориентация не на те цели в производстве для того, чтобы не дать возможность производительно их использовать. Это все продолжается. Совершенно с вами согласен. 7373-948, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Нет, отсюда вопрос не придет. Пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Емельянов, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Леонид. Да, 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 вопрос. Спасибо, спасибо, очень приятно. Ваш вопрос к Юрию Васильевичу, пожалуйста. Даю вопрос. Анатолий, 94 года. Я бы хотел услышать ответ под участие Льва Давыдовича Троцкого в 905-907 и в 1817 году. И вот подвижника Раковского. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Значит, разумеется, за вот эту минутку я не сумею очень много рассказать, но обращаю ваше внимание, что мной была написана десяток лет тому назад книжка «Троцкий миф и личность», где я достаточно подробно писал. И о Троцком, и о 905-907 годе, и о Раковском немножко, сколько мог. Ну, и вот сейчас, вот только-только, можно сказать, встал из письменного стола, я дописываю книжку, которую должен сдать в алгоритм, где у меня будет целая глава «Загадочные персонажи русской революции». Но зато очень заботились о целях европейской интеграции, о том, чтобы использовать Россию в качестве сырьевого предакта для Запада. Ну, Троцкий яркая, интересная личность, и Раковский тоже не бесталанный человек, поэтому очень рекомендую вам обратиться. Кстати, в интернете это всё давно вывержено, и вы можете прочитать вот это. Плюс к этому, то, что называется, история своих исследователей, очень у нас скупо пишут о наркоме иностранных дел Литвинове, а на нём, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, сколько крайне приятных предположений висит. Ну, тогда вы нам объясните доказательно, это так или не так. Люди, которые то ли дипломатами были, то ли разведчиками были, с кем они контактировали, какие цели преследовали. Вот иногда так подумаешь, Юрий Васильевич, и в нашей истории такое количество белых пятен. Совершенно верно, совершенно верно. К сожалению, вот этот лозунг борьбы за ликвидацию белых пятен, он оказался демагогическим, и он скрыл одноплановую очернительную кампанию на Сталина, на других руководителей, на всю советскую... Но не раскрыл и десятой доли настоящих белых пятен. У меня вот такой вопрос. Во время войны на первый план выходит вопрос добычи золота на Колыме. Надо расплачиваться с американцами и так далее, и так далее. Значит, есть ли заключённых ГУЛАГа, которые там работали, не кормили? Как же была такая добыча золота? Я ничего не хочу сказать, но у меня к этому вопрос. А для этого надо посмотреть нормы паек в лагерях Дальстроя, там вот на Колыме. Но этого нет. 7373-948, ваш вопрос, Юрий Васильевич Емельянов, здравствуйте. Ваш вопрос, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу передачу, и у меня такой вопрос. Как вы и ваш гость относятся к событиям в Ипатьевском доме? И можно ли это чем-либо оправдать? Вот. Спасибо большое за ответ. Бараб, за вопрос, спасибо. Значит, события в Ипатьевском доме. Царь был обречён на гибель самими революционными событиями. Юрий Васильевич, на секундочку я буквально. Александр Колпакиди, которого вы знаете, он был здесь и долго, доказательно, и очень интересно рассказывал о том, что Николай II, и я уже не говорю про его семью, они никому не были нужны. И все пытались умыть руки. Англичане же его не приняли. Да, да. Белые вокруг... Белые вокруг... Англичане. Керенский вёл переговоры с англичанами о отправке этой семьи. Но англичане не хотели принимать царя, и таким образом, возможно, создавать какое-то правительство в изгнании и прочее. Царь был уже к этому времени жутко непопулярен. Я при всём, говорю, моём неуважении к нему как государственному деятелю, это поразительно, что на него вешали всех собак. И обвиняли его во всех грехах. Но вот характерно, когда его везли из Тобольска, в Екатеринбург, иногда там на санях везли, там, в некоторых случаях. И вот мужички, говорит, появляются, и реакция, говорит, попил кровушки, будет тебе. А обязательно какой-то мужичок говорит, царя везут, значит, порядок будет снова на Руси. Да, вот опять же, Александр Калпакедий говорил, что белые могли взять Екатеринбург. Ну, в течение достаточно долгого времени они ходили вокруг да около Екатеринбурга, лишь бы царям не достался. Вот они ждали, что что-нибудь случится. Это случилось. Переписка была. Этот же Цесаревич вдруг, несмотря, в общем, на то, что он уже не совсем был маленьким, вдруг пристрастился стрелять из лука. Охранники посмотрели, куда летят стрелы. Оказывается, на стреле записочка. И там указания, то есть они, переписка шла, уже бродили вот эти, в известной степени тут решение вот этого Екатеринбургского совета с Белобородовым, будущий стратскист, который, да, который очень боялся, панически боялся, что он упустит царя и царскую семью, и с него снимут потом голос. Сначала Белобородов, Голощокин и другие выстроились чуть ли не почетным караулом, когда их привезли на станцию, довезли далее лучший дом ипатьевский. А затем, значит, вот 17-го, это июля, а мятеж был 25-го мая, приближались чехи, приближались эти белые, истерика, перепугались. Но в их пользу это не говорили. Нет, это не говорили. Потому что, опять же, я думаю, Юрий Васильевич, если нам... Ну, тем более расстреливать цесаревича, девочек, мальчика этого расстреливать, ну, вообще, женщину, которая, собственно, себя там ничем не запятнала. Но когда... Вот лично, я считаю, это страх, это ужас. А с другой стороны, если мы возьмем любое великое социальное потрясение в истории, ну, кто останавливался перед кровью, перед этой? Никто и никогда... Большая политика не делается по нормам морали. Нельзя забывать, что столько Романовых стали жертвами своих же родственников. Надо вспомнить и Павла, который был уничтожен, и Петра Третьего, и этого царевича Алексея. И много-много вот таких... Ты занимаешь такое место, где риск фатального исхода очень велик. А потом мыслили тупыми аналогиями. В Англии отрубили голову королю. Во Франции. В Франции отрубили голову королю, значит, у нас тоже должен быть суд, и Троцкий очень наставил, чтобы он стал прокурором на этом процессе, и обличал царя, и очень злился на этих... Юрий Васильевич, и вот еще я хочу вам какой по этому поводу вопрос задать. Наверное, при оценке любого исторического события надо все-таки стараться судить и с того времени. Конечно. Нам сегодня легко судить обо всем от Седова. А как-то вот если себя постараться поставить на место вот в те времена, может быть, другое решение какое-то приходит на ум. 7373-948. Ваш вопрос Юрию Емельянову, пожалуй, последний. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. У меня вопрос следующий. Пожалуйста. В истории есть факты, есть интерпретация. Вот я знаю следующие факты. Интервенты оккупировали значительную часть России. Генерал Урагин, генерал Колчак состояли на английской службе, другие деятели белого движения стояли на иностранных службах. Не пора ли переименовать гражданскую войну в первую освободительность? Спасибо. Ну, можно, конечно, и переименовать и так. Но не надо и преувеличивать роль именно интервентов. Берегли интервенты своей силой. Не очень они ввязывались в военные действия. Они больше готовы были заплатить русским, украинцам, белорусам. И пограбить, и пограбить. Поэтому посмотрите. Да, вот, чехословаков, 90% среди них были крестьяне и часто не очень грамотные. Их можно было в печку бросить этой гражданской войны. А уже американцы, которые бы сражались, дошли до Москвы из Архангельска, нет, такого не было. Да, где-то там в портах действовали там французы и так далее, а далеко они не шли, не хотели. То есть, и вот если взять такое выражение освободительное, это предполагает борьба против колонизаторов и так далее. Не пошли они слишком далеко. Они все-таки слишком жалели себя. И очень быстро уехали. Что? И очень быстро уехали. И очень быстро уехали. Они предпочитали снабжать и не очень сильно. Жаловались потом белые мигранты, что как им мало помогали. Посылали какие-то эти потники, шарфы. А вот, говорит, когда мы оказались в Польше, вот 20-й год, мы поразились, как они подготовили польскую армию, как они ее снарядили для борьбы против советской армии. А нас особенно, потому что страх был, они всерьез верили, что белые могут создать единую, великую, неделимую Россию. Поэтому не очень-то старались. А гражданская война, я все-таки настаиваю на этом термине, потому что она принципиально отличается от войн. Одно, других войн. Одно дело, Великая Отечественная война, где миллионы участвуют, где весь народ поднимает. Но мы поговорим еще о гражданской войне. Юрий Васильевич, огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, это далеко не последний у вас приход к нам в гости. До свидания, все будет нормально. Мы услышимся в следующем воскресенье. Спасибо за внимание. И вам спасибо.